Да, ты здесь Склоняюсь я Да, ты здесь Меняешь жизни всей Склоняюсь я Склоняюсь я Наш пастырь, чудный создатель верный Бог, наш свет в теплоте Наш Бог, вот кто Ты Господь Наш пастырь чудный создатель верный Бог, наш свет в теплоте наш Бог, вот кто Ты Господь Вот кто Наш Господь Вот кто наш Господь! Вот кто наш Господь! Пусть сейчас нет ответа, ты верный! Пусть не вижу чудес каждый день! Я смирюсь пред твоей волей, Держишь ты всё под контролем! Пусть сейчас нет ответа, ты верный! Пусть не вижу чудес каждый день! Я смирюсь пред твоей волей, Держишь ты всё под контролем! Пусть сейчас нет ответа, ты верный! Пусть не вижу чудес каждый день! Я смирюсь пред твоей волей, Держишь ты всё под контролем! Пусть сейчас нет ответа, ты верный! Пусть не вижу чудес каждый день! Я смирюсь пред твоей волей, Держишь ты всё под контролем! 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 Наш пастырь чудный создатель! Верный Бог наш! Свет темнотетый! Наш Бог! Вот кто ты Господь! Наш пастырь чудный создатель! Верный Бог наш! Свет темнотетый! Наш Бог! Вот кто ты Господь! Вот кто наш 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 Господь поставил печать На сердцах и душах наших Мы навеки твои, Господь, принадлежим тебе О, Бог, творения нашего Поклоняемся тебе и благодарим тебя За Духа Святого, благодарим тебя Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом Дух Святой, освети мой разум своим лучом Наполняй мое сердце Божьей добротой Дай напиться мне Твоей воды живой Дух Святой, Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом Дух Святой, освети мой разум своим лучом Наполняй мое сердце Божьей добротой Дай напиться мне Твоей воды живой Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом Дух Святой, освети мой разум своим лучом Наполняй мое сердце Божьей добротой Дай напиться мне Твоей воды живой Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой Слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой Слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог Мы благодарим Тебя за Дух Святой И как Ты преобразил апостолов, когда они приняли силу Также преобрази нас, Господь Обнови нас в силе Духа Святого О, Господь, в Твоем присутствии сейчас Наполняй нас, наполняй Дух Святой, прикоснись Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом Дух Святой, освяти мой разум своим лучом Наполняй мое сердце Божьей добротой Дай напиться мне Твоей воды живой Аллилуйя, слава нашему Господу Иисусу Христу И в этот день по всему лицу земли звучит Богу хвала Мы поздравляем вас, дорогие наши братья и сестры С этим Днем Пятидесятницы, Днем Рождения Церкви И слава Богу за каждого из вас Будьте сегодня благословенны И пусть Божий Дух, Он наполняет ваши сердца И давайте мы сегодня откроем Священное Писание Порассуждаем над Божьим Словом И я хотел бы прочитать одну историю из Ветхого Завета Историю про одного патриарха И мы кое-чему можем здесь научиться И давайте мы откроем Бытие, двадцать восьмую главу И прочитаем историю про Иакова И вы знаете, в Библии, в Бытие Впервые Иаков, он встречается лично с Богом во сне Это его первая встреча И на самом деле он не ожидал этой встречи Он был на пути, потому что родители благословили его И отправили его искать жену И он на этом пути встретился с Господом И давайте прочитаем двадцать восьмую главу Бытие, двенадцатый стих И увидел во сне, вот лестница стоит на земле А вверх ее касается небо И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней И вот Господь стоит на ней и говорит Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего И Бог Исаака, землю, на которую ты лежишь, я дам тебе И потомству Твоему И будет потомство Твое, как песок земной И распространишься к морю и к востоку И к северу и к полудню И благословятся в Тебе и в семени Твоем Все племена земные И вот я с Тобою И сохраню Тебя везде, куда бы ты ни пойдешь И возвращу Тебя в сию землю Ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе Иаков пробудился от сна своего и сказал Истинно, Господь присутствует на месте сём А я не знал И убоялся и сказал, как страшно сие место Это не иное, что как дом Божий Это врата небесные И встал Иаков рано утром И взял камень, который он положил себе изголовьем И поставил его памятником И возлил еле его наверх его И нарек имя месту тому Вифиль А прежнее имя того города было Луз И положил Иаков обед, сказав Если Бог будет со мною И сохранит меня в пути и сём В котором я иду и даст мне хлеб есть И одежду одеться И я в мире возвращусь в дом отца моего И будет Господь моим Богом То этот камень, который я поставил памятником Будет домом Божиим И из всего, что ты, Божий, даруешь мне Я дам тебе десятую часть Иаков впервые встречается с Богом И он ощущает, его глаза открываются Духовный мир становится реальным для него Он встречается с Богом И он осознаёт Это место Божьего присутствия Это место, где Господь говорит с людьми Это место, где Бог соприкасается И он благословляет его И он говорит, это нечто иное Это не может быть другим, как домом Божьим И он делает первое приношение В своей жизни Он кладёт на этот камень елей Он кладёт то, что самое дорогое для него И он благословляет Господа на этом месте И мы знаем, что он отправляется в другую страну Но однажды Бог благословляет его семьёй Благословляет его детьми Благословляет его большим имуществом И Яков приносит десятую часть Господу Братья и сёстры, дорогие Нам сегодня необходимо быть благодарным Богу Когда мы пришли к Богу, у нас не было ничего Кроме наших грехов, кроме наших проблем И мы пришли к Богу, и Бог сказал Я благословлю тебя И сегодня мы омытые, очищенные Мы с Господом Бог дал нам семьи Бог благословил нас имуществом Будем ли мы сегодня благодарны, как Яков Яков нас учит, что наш характер должен измениться Мы должны стать новым человеком И вы знаете, когда мы оказываем почтение Почтение к родителям, почтение к Богу Почтение к церкви Вы знаете, это почтение, оно должно в чём-то выражаться И в Писании сказано Принесите десятины в Дом Божий Благословите Дом Божий, чтобы в Доме была пища Где есть присутствие Божье И для многих из нас уже открыто Что здесь есть Божье присутствие Это Дом Божий И мы приносим Ему наши пожертвования И наши даяния И давайте мы сейчас поднимемся И то, что вы приготовили Вы можете пожертвовать онлайн Вы можете открыть наш сайт и нажать кнопку пожертвовать И совершить ваше даяние Вы можете сделать перевод с вашей карты Вы можете приехать в Дом Божий И сказать, это моя десятина Это моё приношение И также, если вы не знаете, как это сделать Вы можете обратиться к нашим служителям По горячей линии Телефон вы видите на экране И мы приедем к вам И мы возьмём десятину И мы привезём её в Дом Божий Давайте мы благословим Господа Нашим приношением Чтобы в Доме Божьем была пища Будьте благословенны, дорогие братья и сёстры Господь со всеми нами Аминь Дух Святой, коснись меня Ведь ты только можешь Сердце плотное Моё изменить Напои меня Живою водою Жажду, как никогда Тебя я Дух Святой, коснись меня Реки благодати Дождь милости Не сходит на нас Ведь ты здесь среди нас Только ты, Дух Святой Моё сердце видишь Знаешь, почему я Плачу, смеюсь С милостью своей Меня ты окружишь И покой свой в Тебе я найду Небеса Там, где ты Реки благодати Дождь милости Дождь милости Не сходит на нас Ведь ты здесь среди нас Небеса Там, где ты Реки благодати Дождь милости Не сходит на нас Ведь ты здесь среди нас Жаждет земля Жаждет земля С неба дождя Истанилась она По Тебе, Бог Жаждет Тебя Моя душа Как пустыня дождя Жаждет земля С неба дождя Истанилась она По Тебе, Бог Жаждет Тебя Моя душа Как пустыня дождя Небеса Небеса Там, где ты Реки благодати Дождь милости Дождь милости Не сходит на нас Ведь ты здесь среди нас Небеса Там, где ты Реки благодати Дождь милости Дождь милости Благодарю тебя, Господь За сердце человека Который открывает себя Для других Я молюсь, Господь О Твоем великом Воздаянии, Господь За жертву Моих братьев и сестер Я благодарю тебя, Господь За эту привилегию Которую ты дал нам Жертвовать во славу Твою Я молюсь, Господь Чтобы средства Которые мы, Господь Собираем, Господь Чтобы они шли, Господь Для достижения, Господь Твоих целей Пусть мудрость Совет Пребудут от тебя А Твое, Господь Великое воздаяние Пребудут жизни тех Кто понимает дело Божие И кто открывает Своё сердце Для этого Боже, я молюсь за тех Кто сегодня Находится на удрах болезни Тех, кто проходит Через сложные Трудные времена Своей жизни Особенно молюсь, Господь Особой молитвой Господь Благодати Твоей На каждого человека Кто сегодня борется С коронавирусом Кто проходит через Долину своей жизни Кто проходит через скорби Кто проходит через болезни Господь Боже, да придёт Твоя благодать и придет Твоя милость и Твое исцеление во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, Который наполняешь нас Собой. Тебе слава, Тебе честь, Тебе величие поклонения. Боже, мы благословляем наших деток, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, дал нам великое благо жить и служить Тебе вместе с нашими детьми. И пусть Твое святое влияние, Твоя охрана и защита прибудут на каждом ребенке. Боже, мы благословляем наших детей, мы благословляем семьям, Мы благословляем тех, кто одинок, Господь. Боже, Ты Бог, который вводишь в свой дом, одинокий, Господь. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Твоя благодать и милость была на каждом, кто упывает на Тебя. Особая молитва, Господь, за старшее поколение. Крепость, силу, здоровье и долгие дни жизни. Боже, мы благословляем, Господь, наших родителей. Мы благословляем, Господь, наших близких, Господь, тех, кто дороги нашему сердцу. Мы благодарим Тебя, Господь, что в этот день, Господь, праздник Троицы, день Пятидесятницы, И мы чтим Тебя и славим Тебя, потому что Ты достоин, наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Приветствую вас, возлюбленные. Хорошо быть сегодня в Доме Господнем. Неважно даже, если мы находимся где-то на расстоянии, мы сегодня пребываем вместе. И сегодня мы рассуждаем о Троице, о Дне Пятидесятницы. И, как вы видите, перед нами есть и чаша, и хлеб. Кто-то скажет, ну как-то это не сильно совместимо. Но на самом деле, когда мы читаем, когда они пребывали единодушно вместе, и когда Дух Святой сошел, то церковь того времени вообще каждый день пребывала в преломлении хлеба, в общении, в молитве. Это было что-то такое неотъемлемое, частью служения. Поэтому мы решили для себя, что если это было важно для Первопостольской церкви, почему мы должны брать и переносить это? Мы сохранили это, и сегодня Троица, и сегодня особенная возможность вспомнить эти события, и еще нам осветиться вместе с вами, присоединиться к телу и крови Господа Иисуса Христа. Представьте, когда Иисус должен был вознестись, Он собрал учеников и сказал, вы не должны никуда не отлучаться с Иерусалима. Он садит их на самоизоляцию. Он садит их быть вместе и говорит, послушайте, вам нужно никуда не отлучаться. Вопрос, вот как мы с вами проводим это время, когда мы ограничены в каких-то своих возможностях, в передвижениях, в путешествиях. Некоторые из нас уже так устали, что мы уже ищем любые способы, чтобы выйти из всего этого. Но я уверен, что очень скоро это все закончится. И вопрос, если мы просто с вами ожидаем выхода из самоизоляции, как пасторы, как служители, или как церковь, или как брат и сестра, вот мы сидим дома и ждем, но скрыть бы это закончилось, то, вы знаете, наверное, это было бы недостаточно для нас с вами. Почему? Потому что жизнь идет своим путем. Вот никто из нас не находился вот в подобной ситуации. Весь мир не находился в подобной ситуации, вот, скажем так, в этом веке. Но что происходит? Если мы будем ждать просто окончания пандемии, и когда она закончится, мы даже не будем знать, что делать. Некоторые из нас уже привыкли сидеть дома, некоторые из нас уже разругались друг с другом и уже видеть не можем друг друга. Уже ждем, когда закончится, чтобы пойти уже, наверное, в ЗАГС, и чтобы подать заявление на развод. А некоторые из нас выяснили, что наши дети, оказывается, абсолютно невоспитанные, и мы, оказывается, ними не занимались. И многое, что мы увидели в себя. Но вы знаете, вот Бог поселил нас не для того, чтобы мы поссорились друг с другом. Бог поставил нас для того, чтобы мы ожесточили свое сердце. Бог поселил нас или собрал нас вместе для других целей. Я уверен, что это как в дни Пятидесятницы. Господь говорит, что вы должны быть вместе. И в это время, когда вы будете единодушны вместе, я открою новую страницу в христианстве. Я открою новые перспективы для вашей жизни. Я покажу вам то, где вы еще никогда не были. Вы пойдете туда, где вы еще не понимали даже и не осознавали, насколько я хочу благословить вас и дать вам новый путь и новые возможности. И я хотел бы, чтобы вот именно в это время, когда мы отмечаем праздник Дня Пятидесятницы, День рождения Церкви, Сошествие Духа Святого на землю, чтобы мы порассуждали и мы открыли свое сердце для большего. Чтобы мы не просто ждали окончания вот этого, может быть, непростого периода нашей жизни, но чтобы мы увидели Божьи возможности, Божьи перспективы, чтобы, выйдя из всего этого, мы могли еще намного больше послужить, еще намного больше достичь, еще намного больше преуспеть, намного больше быть благословением, еще намного больше сплотиться вокруг Господа, еще намного больше стать дружней в наших семьях, еще намного больше быть благословением для своих детей, чтобы увидеть новые перспективы для себя, для служения, для жизни, для преуспевания. И вот представляете, ученики находятся в самоизоляции, Они находятся в Иерусалиме, они ожидают. Это что-то неизвестное для них. И это не произошло, знаете, за один день. Они ждут уже 50 дней. Они думают, ну что будет, когда это будет? И вы знаете, вот что-то происходит. Что-то происходит, когда они находятся в этом периоде ожидания. Что-то происходит, когда они пребывают вместе. Что-то происходит, когда, знаете, Господь был распят, потом воскрес. И вот какое-то такое, знаете, время удивительное, сложное и непростое. Пришло время вознесения Господа Иисуса Христа. Он говорит, оставайтесь в Иерусалиме и ожидайте. И вот они ждут. Ладно бы, они ждали один день. Но им пришлось какое-то время быть вместе. И, наверное, там они тоже проходили непростое время. Наверное, тоже из них кто-то подумал, ну что я здесь сижу и ничего не делаю. Может быть, кто-то из них подумал, ну для меня было бы больше пользы, если бы я пошел куда-то. Знаете, когда мы взяли наших год для Иисуса, командую, молодежный год для Иисуса, они хотят идти, они хотят достигать, они хотят вернуться. А Бог их помещает вместе. И некоторые из них говорят, ну для меня было бы больше пользы, если бы я куда-то пошел. Для меня было бы пользы, если бы я что-то делал. Возлюбленные, не в этом дело. Если Бог что-то делает с нами, начинает что-то делать с нами, и Он это заканчивает, Он посадил учеников и сказал, а вы должны быть вместе. Если бы они посчитали бы по-другому, если бы они сказали, нет, а мы будем делать по-своему. Они, наверное, бы что-то пропустили важное, очень важное в своей жизни. Но они находились вместе. И не только они, но еще и из некоторых из жен, еще и из некоторых. И там 120 человек в этой горнице. Когда я был в Иерусалиме, когда я был в этой горнице, я вообще не мог понять, как там вместилось такое количество. И вот в этой горнице, битком забитой людьми, приходит сила большая, они начинают молиться на иных языках. И люди, которые в округе, начинают видеть, что что-то происходит с учениками Иисуса Христа. Мне очень хотелось бы, чтобы мы единодушно вместе, ожидая от Господа новых перспектив, вышли с изоляции, вышли с самоизоляции. И мы увидели великую Божью славу. Но не только, чтобы мы увидели, а чтобы мир увидел, что есть Божья сила, есть Божье влияние, есть Божье помазание. И у Бога были большие цели для своей церкви. Представляете, он смотрит на свою церковь, она не готова. Она слишком янная, она слишком сырая, скажем так. Она еще не готова идти страдать, она еще не готова достигать, она не готова жертвовать, она не готова еще много что делать. И Бог говорит, я пошлю Духа Святого, который из Петра, который прошел через одно из самых великих отступлений в своей жизни. Представляете, когда он отрекается от Господа, то третий раз, когда он говорит, что нет, я не с ними, богословы утверждают, что эта речь, которую он говорил третий раз, обозначала, что да вы что, если я с ними, если я с ним, то да будет мне анафема. Представляете, он проходит через такое отступничество в своей жизни, через отречение такое очень серьезное, когда он отрекается не просто от Господа, а он призывает некий суд на себя, что тогда я буду отлучен от синагоги, если я с ним. Но Иисус приходит в его жизнь, и он знает план для его жизни, Иисус знает его слабые места, Иисус знает его дефекты в характере, и он видит его с толпом церкви, он видит человека, который окажет влияние. И представляете, вот Иисус приходит, обнимает, задает ему вопрос, любишь ли ты меня, и начинает утверждать свое царство и свою силу в нем. Но он знает, Иисус знает, что Петру этого еще недостаточно, недостаточно моей любви, недостаточно моих объятий, недостаточно того, что я послужу ему, я хочу дать ему что-то больше, потому что он должен сделать намного больше. Он станет одним из отцов церкви, и Господь дает ему Духа Святого, и Бог начинает могущественно действовать через него. Смотрите, Деяние апостола, вторая глава. При наступлении, где пятьдесятницы, все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились, и Духа Святой начали говорить на иных языках, как Дух дал провещевать. И там мы видим, что были люди с разных мест, и они услышали, они увидели силу Божью. И Евангелие начало феноменальным образом распространяться, и три тысячи человек принимает Иисуса Христа. Петра, который в розыске, Петра, который боится, Петра, который отрекался, Петра, который очень неуверенный, который имеет какие-то свои сложности. И Бог наполняет его Духом Святым, и делает его качественно новым человеком. И Петр встает и говорит первую свою проповедь, публично, и три тысячи людей преклоняются пред Господом. И три тысячи людей приходят. Что-то приходит другое, качественное в жизнь Петра, что делает его сильным. Это уже не тот неуверенный, это не тот, который стесняется или боится, это не тот, который, знаете, отрекается, это не тот, который вспыльчивый, это не тот, который, какой-то, знаете, достаточно своеобразный человек. Он становится очень внутри уверенным и сильным в Боге, потому что сила Божья, Дух Святой пришел в его жизнь. И пришло дерзновение, пришла сила. Я верю, что Бог будет использовать церковь именно таким образом. И, может быть, мы сегодня, находясь в этом времени, не понимаем просто одного, что Бог приготовляет этот мир для величайшего пробужения. И в этом пробужении Бог увидел церковь моего поколения. Бог увидел каждого из нас. И Бог хочет, чтобы мы, исполнившись Духа Божьего, сделали намного больше доброго, благословенного. Когда мы смотрим на жизнь Петра, это была уже славная жизнь. Это человек, который открывал новые перспективы для Царства Божьего в Духе Святом. Это человек, который служил многим, исцелял больных, который приводил многих ко Христу. И в то время церковь имеет определенный взгляд на служение. Они искренне верят, что только спасение для иудеев. Они говорят, слушайте, вот только мы спасенные, больше никто. Но Бог что-то и с этим начинает делать. Бог начинает в Духе Святом вести их дальше, давать им откровение, давать им видение. И Петр начинает видеть видение. И Петр начинает видеть, что нечистая пища опускается на скатерти. И он говорит, Господи, я это не ел никогда. И Бог говорит ему, все, что я очистил, не почитай нечистым. И он начинает задуматься, Господи, для чего мне это видение? Для чего мне это откровение? Что ты хочешь мне сказать? А в это время Корнилий, который очень был своеобразным человеком. Давайте мы откроем 10 главу Деяния Апостолов. В 10 главе описывается интересная ситуация. С первого стиха в Кесаре был некий муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским. Блочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, Таривший много милостыни, народу и всегда молившийся Богу. Он видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему Корнилий. Он же взглянул на него, испугнувшись, сказал, что, Господи? Ангел отвечает ему, молитвы твои, милостыни твои, пришли на память пред Богом. Итак, пошли люди Евиопию. Призови Симона, называемым Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, который дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел говорит, что из Корнилий отошел, то он призвал двоих своих слух, блочестивого воина, изнаходившегося при нем, и рассказал им, что послал их в Иопию. Интересно. Когда мы читаем 9 главу, там описывается, что приходит откровение для Петра. Петр еще не совсем понимает, что Бог хочет ему сказать. Бог показывает ему скатерть с нечистой пищей с точки зрения иудейства. И он слышит голос, то, что я очистил, ты не почитай нечистым. И Петр задумается, что это. В это время один из успешных воинов итальянского полка, это элитный полк. Это не просто какой-то, знаете, там может быть где-то стоящий непонятно где. Это полк, который сотники, называемый итальянский. То есть это, знаете, такой легендарный, скажем, полк. И вот там муж Корнилий, итальянец. Он переживает, или римский гражданин. Он переживает присутствие Бога. Он переживает Божью благодать. Странно. Библия говорит ему очень сильную характеристику. Если бы сегодня мне сказали бы о ком-то, что творящий много милостыни, боящийся Господа, как там, со всем своим домом, боящийся Бога, творивший много милостыни, всегда молившийся Богу, благочестивый, боящийся. Слушайте, ну, редко сегодня найти такого человека, знаете, назвать его христианином. Если бы мне сказали об этом человеке, что он все это делает, я бы сказал, послушайте, это святой человек. А Богу недостаточно. А Бог хочет повести Корнилия дальше. У Бога есть план для Корнилия. Да, ты ищешь меня. Да, ты любишь меня. Да, ты жертвуешь. Ты даже много занимаешься благотворительностью. Вы знаете, скольких мы с вами знаем таких людей? Они интересуются о Господе. Они открыты для благотворительности. Они живут благочестивой жизнью. Они даже где-то в сердце своем с величайшим почтением относятся к Богу. Но они еще не познали Его как Бога всей своей жизни, Господа и Спасителя. Они не вступили еще в завет с Ним. Они еще не стали гражданами Царства Божьего. Они еще не прошли чрезводное крещение. Они не исполнены силой Божьей. Они имеют познание о Боге. Они ищут Бога. Они прекрасные благотворительные люди. Сколько сегодня мы таких людей знаем, которые вне Дома Божьего, вне Церкви, вне общения с верующими людьми? Достаточно. Достаточно. Но Бог берет Петра и берет Корнилия. И одновременно говорит с обоими. Петр, я хочу, чтобы ты пошел дальше. Обрати свое внимание на язычников. Они нуждаются. Корнилий, который ищет Бога, не имеет ответа на вопросы жизни. Бог говорит Корнию, Корнилий, иди к Петру. Петр должен тебе что-то сказать. У него есть слово для тебя. Интересно, что Библия описывает нам эти события. Я хочу еще раз сказать, это действие Духа Святого. Это день Пятидесятницы. Мы сегодня отмечаем день Пятидесятницы. Вот как Пятидесятница работает. Я верю, что она работает точно так же сегодня. И уже в 28-м стихе мы читаем, когда уже воины пошли, нашли Петра, говорят, приди в дом Корнилия. Петр говорит, я не знаю, для чего я должен идти, но у меня было видение, я пойду. Он еще не до конца понимает. Корнилий. Я не знаю, что мне должен сказать Петр, но пошлите, пусть он придет, я хочу послушать его. И вот здесь вот начинает происходить что-то интересное. Смотрите. Сказал им, вы знаете, кто иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не посчитал ни одного человека скверным или нечистым. Это Петр говорит. Поэтому я, будучи позван, пришел беспрекословно и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился, до теперешнего часа, в девятом часу молился о доме с моими. Вот встал предо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, милость они твои вспоминулись пред Богом. И так пошли в Иопию, призови Симона, зову Петром. Он гасит домикожевника Симона в Приморье. Он придет и скажет тебе, тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, чтобы пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверстие в стае сказал, истинно познай, что Бог не лицеприятен, но ко всем народе, боящимся Его поступающим по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благоветствие и мир Иисуса Христа. Это есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее начинает Галилея после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог духом своими силами помазал Иисуса из Назурета, и Он ходил, боготворяя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Он был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, в Иерусалиме. И наконец Его убили, повесивши на древе. Вот этот Бог воскресил в третий день и дал Ему являться. Не всякому народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели, пили, в воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, судя живых и мертвых. И о Нем пророки свидетельствуют, а всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. Интересно. Что сказал Петр такого, что Дух Святой сошел, и они исполнились Духа Святого? Представляете, Корнилий, и вся его семья, и все его родство, и все, кто были в этом доме, исполнились Духа Святого. Еще раз хочу подчеркнуть. Доктрина, теология того времени не подразумевала спасение язычников. Но Дух Святой что-то делает. Дух Святой приходит в дома язычников и извлевает свою Божью благодать на них. И они начинают молиться на иных языках. Они начинают исполняться силой Божьей. Вот в чем нуждался Корнилий. Он нуждался в сошествии Духа Святого. И Бог видел его искреннее сердце. Бог знал его добрые дела. Бог знал его ищущего, любящего Бога. Бог знал, что он тот, который нужен Господу для того, чтобы разделить с ним вечность на небесах. Он дорог в очах Господних. Поэтому Бог посылает Петра, чтобы он послужил и открыл перспективы для всех остальных народов. И представляете, Корнилий сидит и слушает простое свидетельство Петра. Что Петр особенно говорил? Я ел с ним, я пил с ним. Я видел, как он освобождал одержимых. Я видел, как он исцелял больных. Я видел, как его повели на крест. Я видел, как он умер и воскрес. Как он явился нам. Я все это видел. Господь явил себя нам. И в это время сила Божья приходит. И в это время весь дом Корнилия исполняется Духом Святым. Происходит великое божественное действие. Скольким из нас сегодня, которые любим Бога, ищем Бога, но мы еще не принадлежим церкви, мы еще не принадлежим Господу, мы еще не в завете с Ним. Но мы в искренном духовном поиске. Скольким нужно, чтобы Божья благодать пришла, чтобы Дух Святой начал подкреплять нас, чтобы мы, исполнившись Духа Святого, начали прославлять Бога и приводить многих людей ко Христу, заключая с Ним завет. Церковь, Бог хочет и нас сегодня использовать. И может быть мы сидим, Господи, ну как мы можем? Очень просто. Давайте откроем свое сердце для того, чтобы говорить о нашем свидетельстве, о нашем опыте переживания с Богом, о нашем исполнении Духом Святым, о нашем прикосновении к церкви, о нашем завете, который мы заключили. Просто свидетельствовать о своей жизни. Все, что сделал Петр, ничего не было экстраординарного, простое свидетельство своей жизни и своем опыте, пережитом в общении с Господом. И это произвело великое действие на сотника полка италийского, элитного воина, у которого есть множество подчиненных, у которого есть семейство, у которого есть все для жизни. Он в достатке, он может быть в изобилии, но у него не хватает одного. Не хватает живого общения с Богом, в Духе Святом. Его не хватает завета, погружения в воду, крещения не хватает. И вот для этого Петр пришел. Когда же Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что удар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали и говорящими языками, величайшими Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. А потом они просили побыть у него несколько дней. Крещение духовное и крещение в воде. Вот для чего нужно было Петра послать Корнилию. Возлюбленные, скольким мы еще должны пойти? Скольким мы еще должны послужить? Скольким мы еще должны позволить Богу использовать нас? Я задаю вопрос, Господи, а куда Ты хочешь повезти нас? Где Ты хочешь открыть свои перспективы для Царства своего? Где Ты, Господь, хочешь показать нам тот путь, где мы послужим и еще приобретем многих, которые ищут Тебя? Многих, которые уже в сердце своем любят Тебя, но они еще не знают Тебя, они еще не познали Тебя. И я уверен, что день Пятидесятницы это и есть та сила Божья, которая ведет нас. Некоторые люди говорят, но это не так важно. Вы знаете, это важно. Это то, что делает нас сильными. Это то, что делает нас способными. Это то, что делает нас дерзновенными. Это то, что помогает нам исполнить волю Божью. Дух Святой, который послан для каждого на этой земле. Когда Иисус уходил, Он дал обетование, что Я пошлю вам. Послушайте, это не было просто для кого-то, это для всех нас, для нас, для детей наших. Мне было 8 лет, когда я пережил Божью благодать, крещение Духом Святым. Я был ребенком, я сидел на служении, и я слушал о том, как рассказывали, насколько важно, была такая встреча для крещаемых Духа Святым, насколько важно иметь Духа Святого. Я даже в той молитве, в тот день, я даже не молился, не начал молиться на иных языках, но я остался один. Дома. Преклонил свои колени. И просто попросил Бог, приди. Я хочу, я хочу то, о чем говорили братья старшие. Я хочу то, о чем они рассказывали, что-то очень важно. И Бог кресил меня Духом Святым. Я пошел к своему другу, однокласснику, рассказал ему, Бог кресил его. Мы пошли к его брату, Бог кресил его брата. Мы пошли к его сестре, Бог кресил сестру. Через неделю, наверное, я не знаю, минимум, может быть, там, под 50 человек уже от детей молилось на иных языках. Вся воскресная школа. Родители, взрослые, все были в недоумении. Люди, которые годами не могли получить крещение Духом Святым, приходили на воскресную школу, чтобы помолиться с детьми, пережить крещение Духом Святым. Дорогие, это для нас и для детей наших. Господь не скрыл это для нас. Он сказал, ревнуть тебе о дарах духовных. А крещение Духа Святым, это дар Божий. Ревновать, это знаете как? Это прийти и сказать, Господи, ну ты ему дал, а мне не дал. Я хочу, чтобы у меня тоже было. Это единственное место, где Бог говорит, что ты можешь ревновать, представляете? Вся остальная ревность. Бог говорит, нельзя быть ревнивым, нельзя быть гневливым, нельзя требовать. А здесь Бог говорит, проси, я дам тебе, обращайся ко мне. Я наполню тебя. А еще больше проси, чтобы истолковывать языки. Не просто молиться на языках, а чтобы еще понимать то, о чем ты молишься. Это тоже дар Божий. Церковь, если мы хотим исполнить волю Божью, нам нужно воспрять в Духе Святом, нам нужно открыть себя для Бога, чтобы Бог наполнил нас Духом Святым. И мы, пережившие Божью обладать, пошли еще к многим корнилиям, которым нам надлежит послужить им. Потому что, когда пришли иудеи с Петром, они говорят, слушай, но если Бог кресил их Духом Святым, то как мы не можем их кресить в воде? И вот здесь, представляете, меняется теология, меняется вообще представление о служении, и они выходят за рамки уже народа иудейского, и они идут к язычникам. Почему? Не потому что они сами пошли, а потому что Бог их начал висеть туда. Вопрос, куда нас еще Бог поведет? Куда Бог хочет наше поколение привести? Какой категории людей Бог хочет нас направить, чтобы мы еще многим послужили? О, не, мы слишком святая церковь, в нашей церкви нет места для грешников, поэтому мы вот так. Да вы слушайте, дорогие, есть много благочестивых людей, которые вне церкви, и они ожидают, когда мы послужим им, чтобы они приняли Духа Святого, чтобы они заключили завет с Господом посредством водного крещения. А сейчас я хотел бы, чтобы мы помолились. Перед тем, как мы примем причастие, я хотел бы, чтобы мы помолились с вами о том, чтобы Бог пришел в жизнь каждого, кто нуждается. Может быть, вы сегодня впервые на этом служении, а подобно, никогда не принимали Иисуса Христа, у вас есть хорошая возможность принять Иисуса Христа Господом и Спасителем. Может быть, вы те, которые жаждете Духа Святого, и говорите, Господи, я хочу быть крещенным Духом Святым. Мы помолимся двумя молитвами. Первую молитву мы совершим, молитву покаяния. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителя, откройте свое сердце для Господа, повторяйте ее вместе со мной. И когда вы помолитесь, у нас есть телефон. Вы можете написать нам или позвонить нам и сказать, я такой-то, такой-то, жил там-то и там-то. И мы найдем вам церковь, мы найдем вам общение с братьями и сестрами. Мы пошлем к вам Петра, который послужит вам, если вы тот Корнилий, который нуждаетесь в этом. У Бога для каждого Корнилия есть свой Петр. Отец Семестный, мы приходим к тебе через кровь, Сына твоего Иисуса Христа. И я хочу сказать, молитесь вместе со мной. Отец Семестный, прошу тебя, прости меня, прости все мои грехи с сегодняшнего дня. Бог Отец, Бог Отец, я открываю свое сердце для тебя. Наполни меня твоим духом, очисти меня твоим духом, веди меня в твоем духе, дай мне понимать слово твое, дай мне желать следовать за тобой, прости меня, в чем я виновен при тобой, за все мои вольные и невольные грехи. Я каюсь. Будь моим Господом и Спасителем Иисус Христос. И сегодня я принимаю тебя Богом всей своей жизни. Тебе слава во веки веков. Аминь. И я хочу помолиться с теми, кто принял, хочет принять крещение Духом Святым. Написано, что апостолы возложили руки в других местах и люди приняли. Я искренне верю, что Бог может крестить Духом Святым там, где вы есть в своем доме. И когда Бог крестит вас, и вы начнете молиться на иных языках, дайте нам знать. Для нас это важно. Напишите нам в чате или напишите нам по телефону доверия. Скажите, Бог крестил меня Духом Святым. Не важно, сколько вам лет. не важно, приходили вы в церковь или нет. Это дар, который не дает церковь. Это дар, который дает Бог. Я встречал людей, которые никогда не были в церкви, но пережили Божью владать и начинали молиться на иных языках. И они были крещены Духом Святым раньше, чем пришли в церковь. Корнилий один из таких людей. Он был крещен Духом Святым раньше, чем стал частью церкви. Отец, я молюсь, Господь, за моих братьев и сестер. Я молюсь, Господь, за тех, кто сегодня жаждет, Господь, крещения Духом Святым. Духом Святым, прямо сейчас приди, Господь, и прикоснись к каждому, кто сегодня ожидает от Тебя. Боже, я молюсь, чтобы Ты излил свой Дух Святой, Господи, чтобы пришло дерзновение, чтобы мои братья и сестры не стеснялись молиться на ином языке во имя Иисуса Христа. Господи, и те, кто жаждут и просят, Господь, дай им, Господь, прямо сейчас во имя Иисуса Христа в этот день Пятидесятницы в сошествии Духа Святого. Господи, приди, Господь, прославься и возвелись и наполни Господь своей силой, Господь, и дай больше дерзновения, Господь, чтобы люди молились, Господь, и переживали Твою благодать. Дух Святой, приди прямо сейчас в каждый дом, в каждую семью, к каждому человеку, кто жаждет и просит и ожидает во имя Иисуса Христа. И пусть прямо сейчас они примут дар Святого Духа во имя Иисуса Христа. Тебе, Господь, слава. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Сегодня перед нами святыня. Те, кто часть церкви, братья и сестры, вы приятови, должны были, и мы объявляли об этом чашу и хлеб. И Саня говорит, что мы должны перед тем, как принимать святыню, мы должны приготовлять свое сердце. И каждый из нас нуждается в том, чтобы быть очищенными и освященными. в данных обстоятельствах жизни мы проводим служение, хлебопродумление в домах через онлайн. Я уверен, что очень скоро мы соберемся в церковь вместе и будем это делать. Это ввиду исключения. Это исключительный случай, когда мы это делаем. Но мы верим, что и в этом есть Господь. И мы сейчас помолимся, как Писание говорит, что апостол Павел говорит, «Я самого Господа принял в 1-й королинфе, на 11-й главе, 23 стиха, «То, что и вам передал Господь Иисус ту ночь, которую предал, Бог взял хлеб, возбудрил, преломил, сказал, примите и идите сей с телом и за вас сломим, и все творите мое воспоминание. Та же чашу посвящу через колоса, чаша сей с новой заветной крови, все творите, когда только будете пить мое воспоминание». И дальше Писание говорит, что если мы будем пить недостойно, мы будем виновны против тела крови Господа Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, помолились, чтобы Бог осветил чашу, осветил хлеб и чтобы Господь осветил наше сердце, чтобы мы принимали достоинство, чтобы нам не быть виновными против тела, крови Господа Иисуса Христа. Потому что это служение, вспоминание и страдание Господа Иисуса Христа. Отец, вместе мы приходим пред лицо Твое. Мы на руках молитвы, Господь, приносим, Господь, святый, Господь. Я молюсь, Господь, за хлеб, Господь, и за чашу, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы каждый, кто будет кушать от хлеба Твоего, Господь, пережил Божью благодать, Господь, и Твое прикосновение. Я молюсь, Господь, за чашу, чтобы каждый, Господь, кто будет кушать от чаши Твоей, Господь, пережил, Господь, Твою милость и Твою благость во имя Иисуса Христа. Боже, благословляю каждого брата и сестру. Я молюсь, Господь, очисти нас, приготовь нас, сделай нас чистыми и достойными Тебя. Тебе, Боже, слава, потому что Ты достоин наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И сейчас вы можете взять хлеб, и мы в единстве перед Господом, совершим это служение. Пусть Бог благословит вас. Так же и чашу. Вселенная скорбит, И солнца свет померк, Любимый Божий Сын повержен. На крест он пригвожден, Стекает кровь за нас, Проклятия понес царь славы. На небо посмотрев, Отдал последний вдох, Сошел в могилы мрак, Сын Божий. Сразился с силой тьмы, И смерть преодолел. Власть ада навсегда разбита. И затреслась земля, Отвален камень прочь, Ведь не преодолеть Твою любовь. Что можешь сделать смерть, Ведь царь царей воскрес, И ты повреждена навек. Навеки ты прославлен царь, Навеки ты превознесен. Навеки ты воскреси, Ты живой, Ты живой. И затреслась земля, Отвален камень прочь, Ведь не преодолеть Твою любовь. Что можешь сделать смерть, Ведь царь царей воскрес, И ты повреждена навек. Навеки ты прославлен царь, Навеки ты превознесен. Навеки ты воскреси, Ты живой, Ты живой. Навеки ты воскреси, Ты живой. Ты живой. Поем мы Аллилуйя, Поем мы Аллилуйя, Поем мы Аллилуйя, Поем мы Аллилуйя, Огни с победею. Поем мы Аллилуйя, Поем мы Аллилуйя, Поем мы Аллилуйя, Огни с победею. Поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, Агнец победил! Поем мы Аллилуйя! Поем мы Аллилуйя, а Грис победит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok